Традиционно начинаем Субботний выпуск С обзора рейтингов Которые настигли нас Минувшую неделю И на минувшую неделю было достаточно Значимое рейтинговое событие Крупнейшее и старейшее Рейтинговое агентство РАЭКС Опубликовало рейтинг Так называемый рейтинг ЕСГ Это рейтинг состоящий из трех Главных параметров региона По которым и ранжируется Значимость, успешность или неуспешность Самих регионов Башкортостан свалился в этом году На 48 место в России И 12 место в ПФО То есть я так понимаю Что мы последними в ПФО идем Рейтингуются три основных параметра Как я уже сказал Это экологические риски, социальные риски И риски качества управления Так вот По качеству управления Мы в негативное поле перевалили Уже на 52 процента Социальные риски 41 процент И экологические риски 53 процента Для сравнения соседние наши братские республики Республика Татарстан первое место по ПФО И четвертое место в России занимает Чувашия шестое место в ПФО И 28 в России Удмуртия Девятое место в ПФО И 39 в России То есть мы хуже всех вот этих вот соседних республик Это очень печально понимать Но именно вот этот рейтинг Как раз таки является максимально нейтральным Нейтральным и независимым Там значит то ли забыли проплатить То ли это невозможно сделать Но конечно же об этом вам не расскажет БСТ Соответственно расскажем только мы Настораживающие цифры Нехорошие оценки Особенно то что касается рисков государственного управления Судя по всему Команда Хабирова так и не смогла выстроить Хоть сколько-нибудь понятные и работающие механизмы В управлении регионом Завтра 5 июня В 9 часов вечера Состоится на 60 стрим Открытой политики Всех приглашаю Всем предлагаю Вот под сегодняшним видео В комментариях написать Вопросы к этому 60 стриму Я обязательно на все на них отвечу Также напоминаю О необходимости подписываться На наш телеграм-канал Он хорошо растет и развивается Мы всегда приветствуем лайки Комментарии, вопросы И пожертвования нашему каналу Мы очень благодарны тем Кто так или иначе помогает каналу А помогать ему можно только одним способом Перечислить деньги на расчетный счет Который мы указываем Так что всех ждем завтра на стриме Присылайте вопросы Поговорим, обсудим Что-то даже может быть и решим Но Ради Фаритович не унывает Вообще в народе Его жизнерадостность вызвала Отклик, отзвуки Как обычно у больших начальников Появляются какие-то клички И вот Ради Фаритовича Все чаще и чаще называют Байрам-бабай То есть дед праздник Ну насчет дед я бы поспорил Вообще выглядит Хабиров у нас достаточно бодро И Малажава Но вот насчет Байрама да То есть сплошной Байрам-Курултай Который он устраивает вокруг себя И вот теперь значит готовится К питерскому международному экономическому форуму Насчет международности конечно большие вопросы Вряд ли кто-то из серьезных иностранных партнеров Приедет на этот форум Ну возможно представители Эритреи Или Братской Науру там будут Но это если мы им купим билеты Ну так как билет от Эритреи до Москвы Стоит примерно столько же Сколько вообще составляет собой Весь бюджет этой замечательной страны Ну да ладно Ну вот Ради Фаритович готовится Там будет какой-то совершенно неимоверный Башкирский стенд Как обычно мы попробуем всех переплюнуть Вероятнее всего получится И что примечательно в этот раз В составе этого стенда будет ресторан Башкирский ресторан для приема гостей На тысячу квадратных метров Вот так вот Размах конечно неимоверный Интересно что Ну вот как бы конечно же Лозунгом этого всего мероприятия Да и всех мероприятий Хабирова Должно быть лозунг такой Накормим и перекормим Особое внимание уделяется Гастрономии и потреблению Продуктов национальной кухни Но любопытно что в этот раз Что-то пошло не так И вот уже было Заказали перелет на 16 миллионов рублей До Питера И в последний момент отменили Вот это странно То ли своим ходом будут добираться То ли полетят рейсовыми самолетами Но контракт на 16 миллионов На вот ВИП-перелет Был отменен Так что ну Интересно понять теперь Кем образом Эта Ватага будет добираться До города Питера И кем образом они туда переведут Драгоценное тело Ради Фаритовича Ровно неделю назад В минувшую субботу В Уфе прошел форум Под эгидой фонда Коренные Хабировой Территории женского счастья Ну вообще Женщинам надо время от времени Собираться Какими-то группами И поговорить Пообсуждать свои проблемы Специфические И не очень Но в общем есть такая потребность И она время от времени Так или иначе Удовлетворяется Самыми разными способами Но как ни странно Форум посвященный Формированию И созданию Территории женского счастья Вызвал интерес Не только у женщин Женский форум Вызвал интерес Мужчин Непростой И специфической судьбы Элвин Грей пришел На этот форум И рассказал как Песнями ртом Можно сделать счастливыми Тысячи сельских школьниц Руслан Хабибов Министр спорта Рассказал о том Как Стать министром Если сделаешь счастливым Одного единственного Сенатора Ядерной державы Ну и все было бы ладно Ну действительно Интересно послушать Таких бывалых Людей которые могут На пустом месте Мастерить женское счастье Но Тут как обычно Случилось страшное На форум Прибыл Рустам Ахмадинуров И как было сказано Потом Прибыл без приглашения В СМИ Его явление На женский форум Корене Хабировой Было охарактеризовано Такими вот фразами Я процитирую Одной из СМИ Уфимских Как был описан Приход туда Рустам Ахмадинурова Он узнал много нового О сексе И поделился Своими секретами Мастерства Конец цитаты Ну вот Все вот это Непотребство Ахмадинуров Сопровождал Обильным фотографированием На фоне Корене Хабирова И выкладыванием Вот этих фотографий Значит В сеть И вот с такими Вот комментариями Но Ну понятно Что там была Вот эта фирменная Идиотская улыбка Ахмадинурова В общем Все было Вот как у него Напомню Никто его не приглашал Пришел сам И вот у меня вопрос Вот неужели Ради и корене Хабировы Они не понимают Насколько этот Ахмадинуров Их дискредитирует Вот любым своим Появлением рядом Вот подобные Нелепица Которые В конце концов Просто Перечеркивают Ну даже Маломальские Хорошие начинания Читы Хабировых То есть Вот эта нелепица Она абсолютно Неуместна сейчас То есть Кем-то образом Надо отлучить От кухни Вот этого Ахмадинурова Перестать его кормить И не то чтобы Не приглашать А даже например Запрещать ему Посещать некоторые мероприятия Потому что Его попытка Везде Показаться И видимо Какое-то внутреннее Ощущение Того что Никому не нужен И не занимает Какой-то серьезной Позиции В политическом Пространстве А это Безусловно Так Но оно Его терзает И он пытается Возместить это Через приход На всякие Женские форумы И познание В области Секса Вот как-то Вот Ну в общем Не знаю Мне вот лично Как-то немножко Было не по себе От этого всего Потому что Вроде как Хорошее дело А испоганили Вот так вот Буквально За пару минут Административное дело В отношении Юрия Шевчука Которое Завелись здесь В Уфе После его Высказывания О том Что Родина Это не жопа Президента Было передано В Петербург Как вы знаете На рассмотрение Петербургского Дзержинского Городского Суда И сейчас Оно опять Вернулось В Уфу Петербургский суд Углядел В документах Оформленных Уфимскими Полицейскими Некие Недочеты Неправильности И Недооформленности И в общем Вернули На Доработку На самом Деле Ни один Питерский Судья Не взялся Судить Шевчука Вот Правда Такова Кулуарно Пообсуждав Вот эту Ситуацию Ни один Петербургский Судья Не взялся И не решился Вести Вот это Дело И вынести Естественно Шевчуку Обвинительный Приговор Нашли Как бы Уловку Нашли Повод Вернуть Сюда И вернули Вот Дескать Переписывайте Что теперь Будет На мой Вгляд Мой Прогноз Такой Что Так как Административные Дела Можно Создавать Не позднее Чем Через Шесть Месяцев После События Правонарушения Соответственно Я думаю Что Уфимские Полицейские Всеми силами И при помощи Разных Других Своих Многочисленных Уловок Они затянут Процесс Так Чтобы Время Ушло За рамки Вот этих Шести Месяцев Потом Прекратят Дело Производства В связи С истечением Срока Привлечения К ответственности Короче Дело Замнут Наконец Наконец Они поняли Насколько Опасны И Насколько Для них Чреваты Подобные Вещи Тут Сначала Никто Не подумал Головой Фуражки Жали Видимо А сейчас Приходится Исправлять Есть Проблески Разума И у Уфимских Судов На минувшей Неделе Стало Известно Что Верховный Суд Республики Башкортостан Отменил Приговоры Штраф В отношении Дарьи Кучеренко Которая Тоже Выступала С антивоенным Перформансом Это не может Не радовать Я точно Не знаю В чем там Причина Но тоже По-моему Что-то С документами Складывается Ощущение Что на самом Деле Искренне Полицейские Башкортостана Вовсе не хотят Преследовать Людей С антивоенной Риторикой Они Намеренно Закладывают В документы Какие-то Мины Замедленного Действия Чтобы можно Было Отменить Потом Приговоры И в конце Концов Верховный Суд Отменяет Может быть Так Может быть Это Заговор Полицейских Этому Наверное Можно Только Радоваться Но Посмотрим Как Дальше Все Будет Развиваться Футбольный Клуб Уфа Вылетел Из Российской Премьер Лиги Клуб Распродает Своих Лучших Игроков Ширятся Слухи Об Отъезде К Мурзагулу В Испанию Газизова В общем Полный Распад И разложение Болельщики Фанаты В ужасе И В депрессии Остается Только Понять Например Куда Делись 5 Миллиардов Рублей Которые За Время Своего Правления Хабиров Через Мурзагулова Значит Из бюджета Перевел Футбольному Клубу Уфа То есть Каким Образом Они были Истрачены Как Они Были Поделены Кому Сколько Досталось И Сколько Осталось Следом За Полной Катастрофой С этим Башкирским Уфимским Футболом Остаются Вот эти Вот Вопросы На пепелище Дымящемся И так далее Хабиров Там Слезно И Клятвенно Обещал Найти Какого-то Спонсора Никого Не нашел Никакой Спонсор Не пожелал Долгосрочно Работать С Уфимским Футбольным Клубом Несмотря На то Что он Проявлял Определенные Перспективы Задачи Финансирования Этого Клуба И клуб Погиб Жаль С одной С другой С другой С другой Меня лично Всегда Раздражали Вот эти Огромные Бюджетные Затраты Которые По сути Из нашего Кармана Шли на Вот это Пинание Кожаного Меча Однако Место У кормушки Сейчас Вакантное И кто-то Еще Сохраняет Надежды На то Что Вся Эта Затея С башкирским Футболом Может Еще Кого-то Сытно Поднакормить В частности Господин Хабибов Министр Спорта Заявил Что Ничего Не Изменится Государственное Финансирование Клуба Сохранится Ну Видимо Ему Не дают Покоя Славы И Лавры Мурзагулова Который Действительно Как-то Уж Очень Ловко Распорядился Этими Пятью Миллиардами И Как-то Уж Очень Ловко Вот Был Жаркую Теплую Испанию Ругать Там На чем Стоит Путина А вот Хабибов Ну Вряд ли Конечно Войдет Второй Раз В одну И ту же Воду Вряд ли Ему Получится Так же Вот Комфортно Попилить Очередные Пять Миллиардов Да и Пяти Миллиардов Скорее Всего У Ради Фаридовича Уже В запасе Не осталось В Уфе На минувшей Неделе Прошла Большая Пресс-конференция Лучшего Мэра Уфы Ратмир Мавлиева Ну Честно говоря Мероприятие Мне показалось Пустоватым Неинформативным Оно было Достаточно Неплохо Организовано Но при этом Конечно Вот Информационно Оно не дотягивало Мавлиев Выстроил Схему Общения С Масс-медиа Через Лидеров Общественного Мнения Так как Он себе Это представляет То есть Вот тот Набор Людей Которых Он соблаговолил Пригласить Ему кажется Именно теми Лидерами Общественного Мнения Ну это Довольно Спорная На самом деле Концепция Однако Он и Последовал Ну мы Увидели Такую Достаточно Многочисленную Многочисленную Ватагу Провинциальных Мальчиков В синих Пиджачках Которые Теперь Составляет У нас Мэрию Города Уфы Собственно Не удалось Получить Внятной Информации Ни по одному Из вопросов Хотя Вопросы Были То есть Например По поводу Электротранспорта Ему Это С одной Стороны Мавлиев Высказал Некую Обеспокоенность Этим Всем Надо Решать Это Может Не просто Так И тра Та Щеки Раздувались Но При этом Он же Заявил О том Что нет Решения И нет Инвестора На данный Момент По поводу Парковок Да Они нужны Да Они могут Принести 100 миллионов В казну Города Но пока Их не будет По поводу 450-летия Вопросы Были По поводу Достоверности Смет Очевидно Что Сметы Составленные Год назад Уже Сейчас Не актуальны А через Год Полтора И вообще Будут Совершенно Фантастически Неисполнимыми Но Тут Мавлиев Тоже Осторожно Что Никто К нему Пока Не приходил С изменением Смет Но Вроде Как Это Ожидаемый Вопрос Ну И так Далее И так Далее То есть Вот Какие-то Не очень Внятные Обещания Что Да Будет Разметка Бульвар Ибрагимов Закончат Строить Но И так Что Должны Были Застроить Или Латыпов В тюрьму Или Сдайте Бульвар Ибрагимов Хоть В конце Концов До 30 Сентября Ну В общем Не смог Пока Ратмир Рафилович Занять Сколько Нибудь Заметную Позицию В медийном Пространстве Так Вот Бултухаются Бултухаются Им Кажется Что Получается На самом Деле Нет То есть Вот эти Нефтекамские Подходы Они Не работают Но Так Как Полностью Все Окружение И в том числе И в медийном Плане И в плане Пиара Это все Вот эти Приближенные Из Нефтекамска Которые Ну Работали Исключительно На том Маленьком Провинциальном Уровне Они не дотягивают Здесь в Уфе Ну Пока Вот так Мы Вынуждены Все это Наблюдать Куда мы Денемся У нас Мэр Тот Которого нам Дали У нас Другого Нет Не у нас Для вас Не у вас Для нас Соответственно Мы Ну Хотим мы Этого Или не хотим Все это Наблюдаем Чем это Все Закончится Ну Либо Будет Какое-то Изменение В концепции Либо Ратмир Мавлеев Действительно Станет Самым Незаметным И самым Как бы Неэффективным Менеджером Города Уфы И вероятнее Всего Карьера Это продлится Недолго Так что Выбор у него Небольшой А мы будем Смотреть За этим Всем Редактор субтитров